итак ребята я вас приветствую и продолжаем значит наш обзорчик ну скажем так у нас сегодня будет чисто английское бритье обычно я бреюсь и пользуюсь либо кремом для бритья трефит хилл вот almond запах замечательный пахнет миндалем вот и я не сказал здесь он значит сделан на основе глицерина поскольку мы будем сильно я буду сегодня прице трефит хилл крем для бритья номер 10 вот я еще что хочу сказать что вот кстати говорят сейчас секундочку я посмотрю мне просто даже интересно сколько здесь миллилитров пожалуйста 75 миллилитров 250 рублей здесь 200 миллилитров 800 рублей качество я уже в обзоре говорил что земля небо я не смог прочесть поскольку был очень мелкая был не готов но я сфотографировал я сейчас скажу каков состав этого крема вот для бритья значит что у нас получается состоит он из значит крем обогащен корой ивы маслом огуречника маслом лугового пенника из семян лугового пенника затем маслом сладкого миндаля и оливковое масло вот что у нас еще ну чтобы обеспечить оптимальные результаты вот вот и на что называется почувствуйте разницу я хочу сказать что я уже не раз приходил к выводу что вся эта экономия все вот это вот полиэтиленовая так я называю это дело ненатурально она зачастую казалось бы ну вот посмотришь да там возьмешь это да у нас это стоит больше двух тысяч я согласен но я говорил на обзоре что такие вещи надо покупать непосредственно у них вот если у них кто-то будет стоить но да мы можем накинуть еще 20 фунтов на доставку но дело в том что если набрать там на 10 тысяч то это будет очень прилично что такое 10 тысяч это порядка 120 фунтов 120 фунтов вот это стоит 10 фунтов вот этот крем 17 фунтов пришли 22 фунта ну одеколон согласен он один здесь вот этот вообще сотня стоит фунт значит что-то дешевле там 70 фунтов вот сейчас молочко не помню сколько же она стоит не гляну но в принципе себе сделать набор такой на два года ну кроме естественно было на полтора этого хватит выше крыши но вы будете пользоваться приличными вещами вот и будете испытывать удовольствие чем все время покупать вот эту мелочь пузатую которая 75 миллилитров 250 рублей пахнет непонятно чем вообще просто не знаю понять понятное дело каждому свое тут кого-то устраивает сегодня еще раз повторюсь у нас будет чисто английское бритье и мы будем испытывать вот помазочек еще разочек я уже говорил что я один разочек уже пользовался вот пока разочарование никакого нет единственное что хочу сказать размеры но в обзоре я не сказал ширину или скажем так диаметр этого узла значит узел 20 миллиметров вот скажем вот этот узел 19 миллиметров но конечно повыше но не такой упругий я об этом что же говорю но если взять ширину узла моего кабанчика здесь у него 21 миллиметр и так сейчас мы начнем пользоваться я пока замочу помазочек его распарю такого характера помазки нельзя в очень горячей воде распаривать его надо распариться хотите размачивать достаточно такой при щадящей температуре где-то не более 40 градусов это я вычитал поэтому вот говорю как есть мы я прогрею саму чашу конечно горячей водой чтобы она набрала тепло и потом пенку мне сохраняла теплой которая будет на помазочке вот но сам помазок естественно я буду в более теплой водичке замачивать много пока не наливая поскольку он просто-напросто провалится я еще раз говорю что это скажем так походного плана как помазок он стоит 52 фунта вот и входит сюда футер то есть если ехать куда-то я считаю вариант неплохой значит 52 фунта у нас получается 40 или 4 с небольшим 1000 рублей вот но я хочу сказать 4000 этот помазок и на самом деле земля не бы вот трюфит лучше бритва у нас будет также английская я хотел взять свой персон побриться вот там 5 8 по уже бритва такая нежели это потому что там у нас 15 9 здесь 17 с лишним миллиметров но решил все-таки такой старинной англичаночкой сегодня будем бриться сейчас я ее чуть подправлю пользуюсь ремнем дурка кто следит за моими обзорами и роликами знаете что у меня есть такой ремешочек вот шириной 80 миллиметров и рабочая длина 40 я не делаю резких движений потому что есть вариант порезать ремень чтобы этого не делать просто не стоит спешить значит вот наши станочек и мы пользу не станочек господи а нашу бритву вот и так так и так и так и так и так положить повозочек наш потихонечку размок ну вот он выглядит он не такой мягенький как мюли нагрелся и сейчас этот крем я обратил внимание что да крем конечно белоснежный вот если взять желтоватого оттенка этот просто ну белый белый чем он пахнет знаете я вам скажу но то кто-то жил в деревне тут может быть и представить сможет себе пахнет травой но травой не свежескошенной как это бывает знаете тот запах на самом деле приятней этот определенного растения и я вот сейчас так подозреваю что это возможно если взять листья ивы и в руке растереть вот даже ивовые вот эти вот веточки которые отрывали мы плели с них вот вот наверное скорее всего это запах ивы боже моя его наверное только сейчас и вспомнил то с детства и кстати говоря это так почему потому что обратите внимание цвет коробки это вот как листья ивы и так значит помазочек беру чуточку здесь вот все время то ли они транспортируют так то ли что она здесь вот все время вот такая вот это уже у меня третья банка вот только нет но тем не менее у них вот здесь все время вот такое углубление то ли она вот так лежала она сползла может быть скорее все так сами банки кстати игра очень удобно и они в качестве мыльницы даже прекрасно я смотрел обзор о парня мистер бритва он не за тебя нравится хороший толковый обзор делает вот и вот недавно буквально я видел делал обзор баночка была стеклянная вот и с такими впадинками до которых потом там до этого крема добраться неудобно здесь вот прям как есть я беру чуть-чуть и сейчас мы это дело испытаем зная уже немножечко пользуюсь я уже не первый раз такого рода кремами для бритья вот я знаю что много его не надо крем на самом деле очень сильно пенится и он достаточно густой вот воспользуемся пришивом то есть у нас сегодня все по-английски из пришивок тоже это сплошное масло есть масло авокадо и цитрусовый запах приятным честно говоря ну я уже сколько раз говорил о том что чего не знаешь к тому относятся зачастую скептически вот но на все надо время ребят чтобы это понять распробовать его вот да может быть не стоит критиковать распробовать потом сказать может быть и так ну знаете как первое ощущение о них и говоришь как есть вот значит пришив сейчас он потихонечку будет питаться да не потихонечку я не буду растягивать это все дело так бритва моя доготове и так помазочек ну только не смейтесь он действительно маленький но посмотрим как он работает работает замечательно прекрасный поводочек я только-только-только пошел и вы посмотрите сколько уже этой пены тут действительно прям может подумать я рекламой занимаюсь трюфета вот смотрите вот такой вот малыш но он круги и очень-очень неплохо наводит пенку смотрите как моя там взялся чуть-чуть даже не это дело не разводил на такой вот пены которая там прям поднимается столбом вот кладу его в чашу пускай остается тепленький итак делаем первый проходик нас опять заметает снегом не успеваешь эту машину быть вполне нормальная значит я не знаю чем связана цена потому что лоб вот тот предыдущий мой крем для плитье дороже на 7 фунтов его меньше в той банке 190 миллилитров номер 10 200 ну кстати является хитом я так почитал про него немножечко запах ну я скажу так если до конца быть честным мне естественно запах миндалью больше нравится этого специфический такой запах растения ну вот я думаю скорее всего да это пахнет листьями ивы веточками если хотите какой действительно специфический запах что касаемо запах ну вроде бы как выяснили по поводу ощущений помазочка помазочек хороший небольшой но очень рабочий он здорово взбивает пену неожиданно приятно я сейчас уже второй раз им пользуюсь и когда я его только открыл он конечно был такой еще не распушившийся я чуточек ну не то чтобы напрягся думаю такая малютка но совсем совсем крошечный вот но когда стал им работать смотрю что нет все нормально ничего страшного кто его делает я что подумал вообще трюфит они в основном у них свое вот реально я так подозреваю это все таки косметика то есть уход за кожей то есть крема одеколоны пришивы вот там да это их не что касается помазков там кстати есть помазочек хороший за 80 фунтов я уже говорил об этом он побольше этого и я так подозреваю что он замечательный да но что хочу сказать мне так кажется скорее всего им кто-то из английских брендов делает эти помазки может быть это симпсон может быть это жегер сложно сказать потому что у них есть и станочки они делают все вроде бы как с их ним логотипом ну я вот не уверен то есть принципе они пишут вот наши детские бренды так все но все таки мне кажется что это их не чуть-чуть добавляю водички поехали пожалуйста очень хорошо отработает этот малыш и что еще важно вот я сейчас с ним когда работают он не колется вот как ни странно этот помазочек он в то же время он мягче чем этот этот жестче но почему-то он колется ты работаешь работаешь я пробовал им а он нет нет да покалывает вот может быть ну я даже не знаю что сказать на этот счет но еще раз говорю что я так и не понял вот с какой части тела они выщипывают эту шерстку барсучка но они отличаются как-то потому что там пишется серебряный барсук просто барсук и так далее ну вот посмотрите и пената кстати говоря достаточно густая достаточно такая вязкая у меня раньше пена вот из первой баночки трюфита я не мог понять почему она сохла и так быстро пузырилась ну как бы не пузырилась и появлялись хлопья не начинала летать вокруг потом я понял что я слишком мало взбивал слишком мало наносил ее а сейчас пожалуйста при кстати говоря это все один и тот же как говорится крем для бритья я больше не на не наводил посмотрите здесь все это есть то есть вот как показывают синтетические помазки которые можно сделать массу проходов вот так же и здесь бриточка действительно мягенько идет надо было еще чуть-чуть подправить не хочу вперед говорить но скажу так что у меня все лучше лучше получается бриться криковой бритвы ну я бреюсь левой правой рукой мне так удобнее вот дед по маме у меня была левша может быть оттуда потому что мне в принципе не составляет особого труда писать конечно нет я пробовал это полнейшая фигня ты точно не мою но дети мои кстати говоря причем оба в детстве хотя хватали карандаши левой рукой естественно мы их сразу же супругой отучили еще раз ребят вот смотрите вот эти места не взять народ открывать действительно там я смотрел недавно брился олег с бритвы не обязательно это конечно выглядит на самом деле знаете как это выглядит приблизительно так как спящий в самолете человек или хуже в общественном транспорте с открытым ртом зрелище скажем прямо такое нелицеприятное вот поэтому вот эти вот уголочек и чтобы отсюда убрать и рот не обязательно раскрывать просто берешь чуть-чуть языком выпячиваешь вот этот уголочек в этом направлении раз в этом направлении два ну и третий разочек сейчас пройдемся на всякий случай то есть эти места у меня вообще готовенькие вот чуть-чуть усики берем и здесь как обычно бабочка мешает но сегодня я говорю у нас сегодня питье по-английски вот чуть-чуть добрал водички и вот вам пожалуйста этот малыш то есть я себе представляю как работает помазок покрупнее то что за 80 фунтов на самом деле мне он нравится посмотрите это такая малютка это же не веник который там у него узел 24 то есть если особенно куда-то ехать и качественная вещь то вполне вот опять и мне кажется можно еще продолжать и продолжать мылиться может быть это еще связано конечно с самим кремом я водички только добавляю чтобы не был такой густой держать да вот здесь может быть мелковато но я еще что понял вот вадим делал обзор помазочку он говорил вот про эту часть что она несколько узкая но здесь можно держать его вот так за подушечку двумя пальцами а этим вот так вот я кстати я к этому пришел очень удобно и все ты тогда держу так и пошел кто-то конечно посмотреть скажем этой измы купе нормальный помазок дескать и все для меня этот помазок вполне вполне нормальный и он наносит крем на мой взгляд замечательно то есть эта штука работает 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 реально так и третий проходит потом в принципе ведь она же каждому свое я хочу сказать что возможно из вас вообще никто его никогда не купит но может быть кому-то это покажется полезным хотя бы даже потому что просто не покупать вот это же тоже прицел отсутствие плохих новостей это уже хорошая новость а когда новость есть это вдвойне хорошая независимо от того какова она потому что эта информация я стараюсь по усам проходить не прямо против а слегка я наискось так так лучше сбриваются волос нет такой контратаки легче идет срез бабочка мне немножечко мешает по сегодняшнему случаю ничего страшного я видел один парень вообще в цилиндре чуть ли не жабо брился так что вполне себе можно если у меня получится ребят даст бог даст бог не хочу вперед что-то обещать но если даст бог получится у меня есть обалденная идея сделать процесс бритья на очень не одном интересном фоне поэтому поэтому если даст бог получится я обязательно это сделаю специально для вас но это есть получится у меня даже две такие идеи есть что есть два места интересных и так ну что и так какие наши заключения мои в частности за 800 рублей если покупать крем для бритья я считаю вполне вполне пригодная вещь значит состав я вам почитал вы можете запомнить его вот количество его я вам тоже озвучил поэтому вы уже сами решаете нужно вам это или нет уверен уверен что насчет помозочка наверное вряд ли кто возьмет такое но я так скажу ребят если речь идет вот 52 фунта и 80 там у меня прервалось честно говоря сейчас не могу знать на какой ноте все это остановилось вот значит причем английская закончилась автошем молочком трюфет хилл вот и хочу сказать что как я обычно это говорю значит ребят возникнут вопросы пожалуйста задавайте я буду рад на них ответить еще раз значит по поводу помозочка помозочек мне очень понравился вы видели сколько раз я им мог можно спокойно им 4 раза 4 в 4 прохода то есть нанести мыло или это крем будет и прекрасно работает значит что касаемо сейчас я его повешу пускай все таки это сохнет что касаемо крема крема для бритья хороший крем на мой взгляд и цена и то есть его содержимое из количества содержимое оно гораздо превосходит прораса тот который я вам демонстриру то есть там просто ни о чем это есть поэтому ну если по возможности я конечно понимаю что не всех есть такая возможность купить себе там даже на десять тысяч набрать кремов а не колонов авто шеф при шеф и так далее но ребят у кого есть эта возможность вот то пожалуйста рекомендую действительно можно пользоваться с удовольствием ну и потом ощущаешь что здесь все таки такие приятные интересные натуральные продукты вот все еще разочек всем всех благ всего доброго и задавайте вопросы по возможности я с удовольствием на них отвечу всего доброго счастливо до новых встреч